Хорошо. Ладно, друзья, пришло время слушать Божье Слово. Господь, благослови его сегодня во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, тема сегодняшней проповеди. Сразу хочу вам сказать, друзья, это не выступление, потому что я как-то, знаете, сел, думаю, со стороны. Слушайте, это не стендап выступление. Это проповедь. Почему? Потому что то, о чем мы говорим, это Слово Божье. Вы поняли? Между прочим, сразу хочу вам сказать, я очень чувствую себя неуверенно вот уже много-много лет. Неуверенно всегда на сцене, потому что мне все время кажется о том, что люди смотрят, как я выступаю. Я не умею выступать, сразу предупреждаю вас. Я не умею, это не мой конек. Я хорошо могу там в футбол поиграть или еще что-то. Это мой конек, нормально. Да, а это не мой конек. Но Слово Божье живо и вечно. Аминь. Давайте откроем с вами, я открою перевод интересный. Мы откроем, наверное, классический, синодальный перевод, но я прочитаю вам современный перевод этого места из Писания. Мне оно вообще прям очень зашло, когда я готовился к проповеди. Это послание Галатам, 6 глава, 7 стих. Галатам 6, 7. Вот здесь, видите, так написано. А у меня по-другому. Я прочту вам. Если вы думаете, что можете обмануть Бога, то тем самым обманываете лишь самих себя. Видите, да? А, здесь убрали, ладно. Еще раз. Если вы думаете, что можете обмануть Бога, то тем самым обманываете лишь самих себя. Что посеете, то и пожнете. Кстати, сразу хочу сказать, пока не там попробую. Спасибо большое. Знаете, для меня, как вот для человека такого думающего, когда я пришел к Богу, у меня, конечно же, были, ну, я не пришел так, знаете, слепо так. О, Бог, все, я верю. Нет, я пришел, я долго, скрупулезно просматривал там, а как вот это, а как то. И один, кстати, из способов доказательств, я называю это доказательство тождественности Библии, то есть истинности Библии, для меня знаете, какой был? Кто из вас слышал такую пословицу до прихода в церковь? Что посеешь, что пожнешь? Все слышали? И вы знаете, что эта пословица была не только в наше поколение, она была до нашего поколения, она была до нашего поколения, и до, и до, и до. И кто согласен, что эта пословица верная? Знаете, друзья, большинство пословиц взяты из Библии. Вы очень сильно удивитесь. И когда я впервые прочитал ее, думаю, вау, это круто. То есть есть пословица, которая много тысяч лет, она действительно работает, и она взята из Библии. Ух, круто. Значит, в Библии что-то есть. Ну, это так, к слову. Итак, друзья, еще раз, давайте прочту еще раз это место из Писания. Если вы думаете, вот что означает «не обманывайтесь», если вы думаете, что можете обмануть Бога, то тем самым вы обманываете лишь самих себя. Что посеете, то и пожнете. Смотрите, в этом месте из Писания истина, которая есть во второй части, она очень легко, она очень близкая и очень знакома большинству людей. Мы все понимаем прекрасно о том, что если ты что-то сеешь, то, в принципе, пройдет какое-то время, и по прошествии этого времени ты получаешь обратно именно то, что ты посеял в увеличенном размере. Кто с этим согласится? Ну, если ты посеял ведро картошки, по идее собрать ты должен чуть-чуть больше. Потому что если вы мне скажете, что если сеешь ведро картошки и собираешь еще ведро, ну, такое же ведро картошки, у меня тогда вопрос, зачем, ну, кочевряжется там на огороде. Или это фитнес такой. То есть мы же сеем и получаем, по идее, больше. Так вот, друзья, смотрите. Многие люди, они принимают этот базовый принцип, они знают его, они слышат. Но кто из вас в курсе, что большинство людей живет немножечко не воспринимая адекватно этот принцип? Смотрите, как они его воспринимают буквально. Я буду сеять то, что мне сегодня хочется, но пожинать я хочу то, что мне нужно. Еще раз. Большинство людей, кто из вас заметил, или кто себя в этом обнаружил, что я буду сеять то, что я хочу, а пожинать я хочу то, что мне нужно. Например, есть такая китайская народная мудрость. Здоровье человека находится на дне его тарелки. То есть в том, что мы кушаем. Кто знает, кто согласен с этим? Кто согласен с этим? А кто ест все подряд все равно? Смотрите, так получается. То есть я знаю, что это правильно, я знаю, что так нужно делать, я понимаю, что это истина, я понимаю, что это верно, но делаю я другое. А на что я рассчитываю? Почему люди боятся идти к врачу, знаете? Потому что они знают, что скорее всего они услышат. Они знают, что когда поход, для многих людей поход к врачу, это время урожая. Это время, когда врач должен озвучить то, что они сеяли. И они знают, что сеяли-то они неправильное. Кто понимает об этом? Еще раз, смотрите, очень простой базовый принцип. Еще раз, давайте озвучу. Кто из вас согласен с этим? Что человек сеет, то он и пожинает. Согласны или нет? Но кто из вас, еще раз говорю, знает о себе и о людях, которых вы знаете хорошо, что большинство из нас, мы сеем все, что мы хотим, а пожать мы хотим то, что нам нужно. И мы очень разочаровываемся, когда урожай отличается от того, что мы ожидали. И кто-то спросит, ну как бы, ну да, есть такая проблемка. Кто-то спросит, ну так а при чем здесь это? Я хочу обратить внимание ваше на этот стих. Еще раз. Смотрите, как уникально Бог соединил. Мы знаем вторую часть, но смотрите, Бог берет в этом одном стихе, соединяет две части. Он соединяет, что то, что мы сеем, то мы и пожинаем. И тут же в первой части, я позволю себе прочесть еще раз из этого современного перевода, он чуточку лучше звучит. Здесь написано, «Если вы думаете, что можете обмануть Бога, то тем самым обманывайте самих себя». Я задам вопрос, кто из вас хочет обманывать Бога? Никто. Никто не хочет обманывать Бога. Я что, дурной что ли? Я же не потерпевший обманывать Бога, это ого-го. Но как мы его пытаемся обмануть? В чем получается тогда, что мы пытаемся обманывать Бога, друзья? Мы пытаемся обманывать Бога, когда мы хотим обмануть вот этот принцип. Как только мы хотим сделать или показать, что этот принцип работает не так, как о нем сказал Бог, а так, как хотим его, чтобы работал он мы, в этот самый момент, друзья, мы пытаемся обманывать Бога. Поэтому тема проповеди, о которой я хочу сегодня говорить вам, она так и называется. «Бог поругаем не бывает». И я поставил знаки восклицания у себя, не знаю, если поставили один, я три поставил у себя. Три знака восклицания. Для того, чтобы удостоверились и поняли мы, друзья, Бога невозможно обмануть. Тот самый момент, когда мы пытаемся, что такое поругаем? Вы понимаете, поругаем такое, «Ой, я что, ругаюсь разве на Бога? Я же никогда не ругался на Него». Нет, поверьте, можешь ругаться на Бога сколько хочешь. Можешь даже туда, там, что хочешь тыкать, ему все равно. Он с тобой не поссорится. Что означает «Бог поругаем не бывает»? Ты не можешь обмануть Бога. Еще раз задам вопрос. Кто из вас, находясь в здравом уме, при памяти, в здравом рассудке, хочет обмануть Бога? Никто, правда? Ну, нет таких людей. Но момент, друзья, когда мы сеем, что попало, а ожидаем получать другое, это и есть доказательство того, что на самом деле, бессознательно, мы хотим его обмануть таки. Вы сегодня поймете в конце проповеди, друзья, о том, что очень часто мы обманываем, кстати, и самих себя, и других людей мы обманываем. Мы не хотим об этом задумываться. Нам кажется, что мы не обманываем. Хотя на самом деле мы обманываем. На самом деле мы реально лжем. Просто вот такое слово, извините, конечно, его тупо, но мы лжем. И вот именно об этом я хочу, чтобы мы сегодня с вами говорили. Итак, смотрите, друзья, многие люди, они бессознательно живут таким образом. Они говорят, представляют, думают себе все, что хотят. Вот все, что им кажется. А потом очень сильно удивляются, когда жизнь преподносит им какие-то сюрпризы. Они говорят, типа, за что, Господи? Нет, вопрос не за что, вопрос почему? Почему это пришло в твою жизнь? Ты задавал себе вопрос. Иногда, я вам сразу говорю, есть вопросы, на которые Бог не отвечает. У нас однажды была проповедь, помните? Бог не отвечает на вопросы, за что? Он говорит, как бы, вполне логично. Вполне логично. Я знаю, друзья, вопрос какой-то у людей есть, но давайте мы чуть дальше идем. Так вот, есть одна вещь, которую можно вернуть этот стих, пожалуйста, Галатом 6-7. Есть одна вещь в этом стихе, которая незримо проходит через весь стих нитью. А здесь о ней не говорится, но это та вещь, которую я хотел бы, чтобы мы с вами поняли. Смотрите, еще раз. Не обманывайтесь, Бог по ругам не бывает. Вы поняли. То есть не пытайтесь обмануть Бога, иначе обманете самих себя, обманете. Что человек посеет, то есть что ты будешь сеять, то есть ты будешь пожинать. Так вот, красной нитью через весь этот стих проходит всего лишь одно слово. Истина Божья. Истина. Истина. Смотрите, истина – это вещь, с которой невозможно сражаться. То есть ты можешь сражаться, и ты можешь победить, или проиграть с чем хочешь. Но с истиной даже нет смысла сражаться, потому что ты все равно проиграешь. Вот все равно. Смотрите, всегда такой простой эксперимент провожу. Вот я держу в руках сейчас, это салфетки, легкие достаточно, я видите, легко поднимаю, опускаю. У меня вопрос сейчас ко всему залу. Если я сейчас выпущу вот эту пачечку салфеток из рук, что с ней произойдет? Кто не согласен, что она упадет, поднимите руку. Кто считает, что она полетит вверх, зависнет, начнет летать. Смотрите, друзья, внимательно. Она упала. Почему она упала? Закон. Закон работает, правда? Кто из вас, кто умеет, у кого есть вера, у кого есть вера? Есть вера? Смотрите, давайте с верой сейчас. Я ее отпущу, а вы верьте, что она не упадет. Она все равно упадет. Знаете, почему, друзья? Это закон. Помните, как-то я рассказывал вам о языческом представлении или языческих мотивах веры большинства верующих людей. Мы хотим своей верой заставить Бога делать то, чего Он не хочет делать. Знаете об этом? Мы хотим, чтобы Бог, например, я очень люблю лето, я не люблю зиму, вообще не люблю осень, мне не нравится время года. Но я уже не пытаюсь молиться. Ну, слава Богу, приуме стал. Я уже не пытаюсь молиться, чтобы у нас четыре сезона в году было лето. Потому что все равно так не будет. Есть вещи, о которых не нужно молиться. И эти вещи Бог регламентировал своим законом, Он регламентировал своей истиной. Он сказал, вот эта истина, она такая. И вы знаете, Бог настолько верит в эту истину, что Он говорит, я истину, истину, да, истину, Он превозносит превыше всего абсолютно. Выше всего, Он говорит, выше облаков, выше небес. Я вам даже прочитаю, смотрите, одно место из Писания, что Бог сам говорит по этому поводу. Прочитаю вам Евангелие от Матфея, 5 глава, 18 стих. Евангелие от Матфея, 5 глава, 18 стих. Это классический, это синодальный перевод, а я прочту вам из перевода Лутковского, это еще один перевод такой. Смотрите, уверяю вас, доколе не изменится небо и земля, доколе не сбудется все, ни одна буква или знак не изменится в законе и в Писаниях пророков. То есть, Он говорит, пока, пока есть небо, пока есть земля, хотите вы этого, не хотите, верите в это, не верите, согласны вы с этим, не согласны, все, что написано в Слове Божьем, оно будет таким, каким оно есть. Вы не можете его изменить, нет смысла его менять, нет необходимости, нет надобности менять его. Теперь у меня к вам вопрос очень простой. Скажите, пожалуйста, с чем связано большинство разочарований верующих людей? С их попытками изменить истину, своей верой, своей настойчивостью, своей нуждой, своими слезами, своими проблемами, своими потерями и так далее. Мы пытаемся, мы пытаемся изменить истину, мы хотим, мы дерзаем на то, чтобы менять истину. Скажите, в этот момент что мы делаем? Мы обманываем самих себя. Мы хотим представить, что оно вот так, а оно не так. Оно не может быть по-другому. Знаете, я как-то разговаривал с одним братом, он мне рассказывал, он пришел с проблемой, он рассказывал о своей проблеме, я пытался, как любой человек, знаете, эмпатировать, то есть проникнуться, понять, пережить, пропустить через сердце и знаете, мне так близко было, я понял, думаю, насколько ему тяжело, насколько ему сейчас плохо, я прекрасно понимаю. И вот я так вот, когда консультирую, я всегда про себя молюсь, я говорю, господи, что ты хочешь сказать, что ты хочешь ответить человеку, говори ему. И знаете, Дух Святой так нежно-нежно в этот момент говорит, он говорит ему, этот человек пытается манипулировать мною, ну не мной, а им. Вы не представляете себе, даже вы не можете представить, что такое сказать человеку, который пришел тебе разбитый от горя, полностью раздавленный, растоптанный, что нужно внутри, насколько нужно собраться, чтобы сказать этому человеку, перестань манипулировать Богом, потому что будет только хуже. Вы можете себе представить, что значит сказать это человеку? Когда в этот момент он ожидает только одного, что ты его обнимешь, пожалеешь, скажешь, все будет хорошо. А Дух Святой тебе говорит, он мной манипулирует. И я знаю, что в этот момент, если я ему сейчас скажу, все будет хорошо, я тоже буду манипулировать Богом, потому что все не будет у него хорошо. Почему? Потому что он пытается манипулировать Богом. То есть буквально он пытается изменить закон Божий так, чтобы закон работал в его случае немножечко по-другому. А так не бывает. Закон не работает по-другому. Я знаю, кто-то из вас сейчас может, у кого-то есть вопрос, но Иисус своей смертью на кресте уничтожил закон. Абсолютно с этим согласен. Только слушайте внимательно. Иисус уничтожил незакон. Если вы обратили внимание, Галатам 6 глава 7 стих, это откуда? Из Нового Завета или из Ветхого? Это уже после смерти и воскресения Христа? После. А теперь слушайте внимательно. Что же тогда уничтожил Иисус на кресте? Если вы читаете внимательно в Ветхом Завете, то любой человек, который приступал закон, что должны были сделать по закону с ним? Немедленно побить камнями. За что? За преступление закона. Тогда вопрос, что же Иисус сделал на кресте? Друзья, Иисус на кресте своей жертвой устранил норму закона, при которой преступника должны немедленно были убить. Он сказал, убили меня. То есть он продлил милость, вопрос, своей смертью он уничтожил закон как таковой или нет? Нет. Он проявил милость, чтобы тебя немедленно не убивали. Он понял, что не может человек, что глупый тот человек, который пытается исполнить весь закон, у него это не получится. А значит, каждого рано или поздно убьют. Кто из вас когда-нибудь после покаяния согрешал? Ну, только честные есть люди. Я первый. Согрешал. Вы понимаете, что каждого из нас не должно уже по идее, по закону нас здесь не должно быть. По идее, где-нибудь там во дворе, вот здесь в Мегасити, нас должны были вывезти после служения. Признался брат, пришел пастор Виталий, прости брат. Вышли все, тут по камню разобрали, по плиточке. И знаете, он стал возле стены, и мы занимаемся метанием плиток в него. И пастор Виталий, ох, и пастор Света пришла, дома плачет, одна мужа нет, побили камнями, нарушил закон, так должно делать. Друзья, Иисус это устранил, вы понимаете? Он устранил то, чтобы немедленно человека не убивали. То есть не надо убивать. Не убивайте человека. Дайте ему еще. Он продлил милость свою. Он простер мантию милости. Вопрос, но устранил ли он этим закон? Нет. Вы же понимаете, что в Новом Завете человек все равно, что он сеет, он пожинает. Вы знаете, в Америке люди, они немножко поняли это. Теперь, когда человек с избыточным весом идет в фастфуд, он заказывает себе там 8 чизбургеров, 9 гамбургеров и диетическую колу. Они поняли, что что-то как бы я делаю не так. Слишком, наверное, много калорий. Они не меняют гамбургеры, но они начали хотя бы колу менять. Вы понимаете, что-то сдвинулось с мертвой точки, он понял, что слушай, что-то так не работает оно. Они поняли, что ты не можешь все время пить колу и кричать, что я похудею. Так не бывает. Понимаете, друзья, истину невозможно изменить. Я, кстати, давайте, что мы там далеко говорить, давайте прочитаем место из Писания. Хочу прочитать Евангелие от Матфея. Евангелие от Матфея, 21 глава, 44 стих. Интереснейшее место. Смотрите, здесь написано. «И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». Вопрос, как вы думаете, что имеется в виду под словом «камень»? Иисус Христос со своей истиной. То есть, тот, кто пытается сражаться с этим камнем, он как человек, который пытается своей головой снести эту стену. Я в детстве насмотрелся, может быть, кто-то из вас тоже, я уверен, из мальчика, был такой кровавый спорт. Помните, кто-то смотрел? И там в этом фильме «Кровавый спорт», я помню, смотрел, как он по бетонной стенке лупил ногой. Кто помнит? Смотрели? А кто лупил после этого по бетонной стене? Да, а, кикбоксер. Кто лупил потом? Я лупил руками и ногами. Ничего не получил, кроме перелома. Ничего не получил. И потом, знаете, что я понял? Я понял, что бетон не надо ломать руками. Вот просто озарение пришло такое «шух». И вдруг я понял, не надо ломать бетон руками. Хочешь ломать, бери кувалду. То есть, не надо его ломать руками. Прям не надо этого делать, потому что это в кино было. Это в кино было. В кино он не пальму, на которой кокосы, а он ломал банановое дерево это трава вообще-то и можно сломаю руками сломать можно он ее ломала не пойму я думаю боже мой это до меня дошло вы знаете что там когда кокосы разбивают руками они уже подпиленные чуть-чуть были вы же понимаете а я да а я по наивности думаю это все серьезно и вот смотрите друзья я пытался вот я думал нет моя рука тверже чем камень и знаете что произошло я упал на этот камень и разбился разбил а потом я думаю нет я сам построю свою жизнь кто-нибудь из вас говорил я я человек сам строить свою жизнь сам кузнец свое счастье сам построю я сам я self made я себя сам сделаю руками друзья вот если на вас этот камень упадет вы он вас раздавит когда мы начинаем становиться self made мы однажды в какой-то момент времени смотрите мы доходим до угла до края и этот край он связан с тем что нам нужно изменить мы он связан с попыткой человека изменить изменить истину вы понимаете о чем я говорю так следуйте мысль нормально окей то есть я буквально говорю я сейчас не упаду я пойду по воде я по воздуху пойду почему мне так надо но вы же понимаете друзья что вот в этот момент есть вероятность что ты упадешь я сейчас смотрите я не пытаюсь разрушить веру наоборот я хочу чтобы наша вера она была более эффективная она была более действенная потому что она будет связана друзья с тем что хочет бог а не с тем чего хотим мы еще раз вам повторюсь я очень долго и знаете я не из тех людей которые так знаете вот посмотрел скала класс здорово я я вот сидел и размышлял думаю почему многих людей так накрыло во время войны я вам серьезно говорю многих накрыло большинство людей если вы с ними поговорите их накрыло не по-детски потому что они перестали они утратили способность диктовать жизни правила вы понимаете это и когда у них это произошло внутри они вдруг окей возьмите человека который попадает на реабилитацию в реабилитационный центр знаете от чего рвет их первые две-три недели их рвет от того что они оказываются там не диктуют правила оказывается он говорит а ему говорят нет ты будешь делать другое он в смысле он не хочет этого делать он не привык потому что в его системе координат истинно является то что говорит он дорогие сестры кто из вас есть замужние кто из вас когда вы вышли замуж вы поняли что муж оказывается все-таки стенка и не всегда его подвинуть получится или кувалду бить кто понял что у них себя оказывается подвигаются а женщина много женщина не думали что я выйду замуж его подвину может не стенка подвинется я подвину двигается он друзья знаете почему кто мне скажет почему муж не может подвинуться так закон это истина потому что в третьей главе бытия бог так сказал зачем он так сказал откуда я знаю но я как-то не привык ну я не привык здравый смысл подсказывает мне что не стоит этого делать я перестал я перестал например пытаться а мужчины слушайте перестаньте менять своих жен что ты плачешь возьми себя в руки нет бог их создал так а вот зачем я не в курсе но так так вы понимаете друзья еще раз ваша вера вырастет в разы если вы перестанете пытаться менять то что сделал бог вы понимаете она в разы вырастет если вы подчините себя и покорите тому что хочет делать бог друзья вы перестанете обманывать самих себя и пытаться ввести других людей в заблуждение хотите вы знаете я думаю что друзья очень скоро очень скоро я сейчас я не о политике но послушайте внимательно я думаю очень скоро нас ждет взрыв только не пугайтесь слова взрыв в кавычках взрыв который похлеще взрыва атомной бомбы когда-то один очень мудрый человек один из президентов сша удровился он сказал интересную мысль вы можете обманывать всех людей всех людей но ограниченное время вы можете обманывать ограниченное количество людей все время но вы не можете обманывать всех людей все время кто из вас понимает что скоро в россии раз будет взрыв почему потому что это истина только бог имеет право определять судьбу народа только бог имеет право определять судьбу других государств и в тот момент когда какому-то человеку начинает казаться, что его экономика, темпы роста, ВВП, армия и так далее, они дают ему право это изменить, кто из вас понимает, что рано или поздно такую ситуацию, в такую страну ждет революционная ситуация? Знаете почему? Так сказал Бог. Потому что он не поставил нас владычествовать над людьми. Написано, он один меняет народы, он один определяет будущее нации. Вы понимаете это? И если вы это понимаете, зачем обманывать себя? Зачем пытаться переписать историю? Я приведу вам слова. Если кто-то знает из истории, то если слышал, вы знаете о том, что Римская империя, примерно где-то третий век нашей эры, они перестали бороться с христианами, и они приняли христианство. Кто знает об этом? Император Константин был такой, хорошее имя, Костя, видишь, известный. Он принял христианство, он сказал, ребята, с ними бороться бесполезно. Но после него был один император, его звали Юлиан, и я вам прочитаю, его даже назвали Юлиан-отступник. Он попытался, знаете, такой себе опять одеть лавровый венец на голову. И смотрите, что он сказал интересную вещь в конце своей жизни. Его назвали Юлиан-отступник. И он сказал мысль такую. Столкнуть Христа оказалось мне не под силу. Представьте, какая глубина этих слов. Еще раз. Столкнуть Христа мне оказалось не под силу. Помните камень? Он попытался подвинуть этот камень. Он попытался убрать этот краеугольный камень. Мало того, что сам стал отступником. Представьте, как приятно, да, там есть Константин, например, победитель, или Александр Македонский, Александр Великий. А у этого в истории осталось только одно имя. Константин-отступник. Ой, Юлиан, простите, простите. Юлиан-отступник. Потому что человек попытался подвинуть Христа. Он почему-то подумал, что его философия, его жизненные взгляды, его мировоззрение, они интереснее для людей будут, и они более актуальны для его цивилизации, чем взгляды Христа. Друзья, это бессмысленно. Кто из вас понимает, что и сегодня, в 21 веке, ничего не поменялось? Ничего не поменялось? Ничего не изменилось? Итак, друзья, кто-то скажет, ну, в принципе, тут все понятно. Окей, пастор, уже все, достаточно, все ясно. Но я вам хочу сказать, давайте вернем Галаты 6, Галатам 6-7. Если бы было все просто и понятно, друзья, то не было двух вещей. Первое. Бог бы не писал об этом в Писании. Кто согласится, если это все просто, то Бог бы об этом не написал. Правда? Зачем он об этом писал? А есть еще вторая причина. Знаете, зачем Бог это написал? Он точно знал, друзья, что люди будут пытаться обманывать себя. Будут пытаться обманывать себя тем, что они будут пытаться обманывать Бога. Вот такая вот штука у нас. Вы никогда не задумывались, почему некоторым людям сложно молиться или читать Слово Божье? Сказать вам первопричину? Они знают? Мне так часто говорят, как пастору. Говорят, что ты мне не позвонил? Что ты со мной не посоветовался? Так я же знал, что вы мне скажете. Я и так знал это. Знаете, почему некоторым людям сложно молиться? Они знают, что им скажет Бог. Они знают, что то, что они ему говорят, они знают, что он в ответ на это скажет. Поэтому в какой-то момент времени, говорят, я не вижу смысла молиться. Я не вижу смысла читать Слово Божье. Я не вижу смысла ходить в церковь. Я не вижу смысла ходить на домашку. Я не вижу смысла в этом, в этом, в этом. На самом деле, друзья, они пытаются по-прежнему сражаться. Для чего Бог написал эту простую истину? Кто еще раз понимает, что если вы сеете картошку, вы пожнете картошку? Но кто это понимает? Ну точно не кукурузу, правда? Ну картошку ж пожнете. Все вроде понятно. Бог это написал, друзья, и он свел эти две истины в один стих, потому что он точно знал, что люди будут пытаться обманывать его. Люди будут пытаться манипулировать. Люди будут пытаться представить, что все равно все должно быть не так. Все должно быть так, как они хотят. Все должно быть вот именно так. Не будет так. Вот просто не будет. Просто примите этот факт. Вы знаете, мне стало так легко жить в тот момент, когда я признал о том, что я не очень умный, хотя не тупой. Но я не очень умный. Есть вещи, в которых я не разбираюсь. Ну не разбираюсь. Точно не разбираюсь. Знаете, вот я не разбираюсь, к примеру, в машинах. Когда мне нужно в машинах, я иду к Андрею, Сереже. Они разбираются в машинах. Я задаю вопросы. Я говорю, слушай, а что это такое? Потому что уровень моего разбирания в машинах примерно такой. Открыл капот, посмотрел, закрыл капот. Вот постучал по колесу, открыл багажник, посмотрел. В салон заглянул, попробовал. Не работает. И знаете, я делаю вот это, сломалась. Кто такой же, как я, мастер в машинах? Ну вот я такой мастер. Ну, к сожалению, вот такой я. Но если, представьте себе, а что если я считаю, что я точно все равно разбираюсь и знаю? Как вы думаете, далеко я уеду на этой машине? Никуда не уеду вообще. Понимаете, почему жизнь многих людей не меняется у верующих? Потому что мы отказываемся признавать, что мы не понимаем, мы не есть истина, мы не есть последняя инстанция, которая определяет, что правильно, что неправильно. И тот момент, когда мы начнем с этим соглашаться, слушайте, вы спросите, ну, в целом где-то я примерно плюс-минус так и думаю. Нет, вам нужно одеть, слушайте внимательно сейчас, слушайте, вам нужно учиться одеть эту мысль на отношение к стране, отношение к людям, отношение к мужу, к жене, отношение к детям, отношение к людям, которых вы не знаете, отношение к врагам, отношение к друзьям. Вам нужно одевать эту истину на все. Что ты посеешь, то ты и... Вы знаете, я восхищался, когда мы начали ездить вот с капелланской деятельностью. У меня однажды пастор Иван, он сказал такую одну простую вещь очень. Я сидел и думаю, вау, он так ее сформулировал. Мне нравятся его формулировки некоторые. И он пришел, и он начал говорить солдатам, слушайте, которые воюют конкретно, вот там рядом ба-ба-бак-бак слышно. И он говорит, вы знаете, я задам вам вопрос, почему вы воюете с русскими? И один говорит, я их ненавижу. Он говорит, ты понимаешь, что если ты будешь сеять ненависть, то однажды война закончится. И ты принесешь эту ненависть в обычную жизнь. Ты вернешь ее в свою семью, ты вернешь ее своим детям. Он говорит, мы должны сражаться, потому что мы любим свою землю. Тогда, когда закончится война, что у тебя останется? Любовь к своей земле. То есть, буквально можно сказать, ты сеешь любовь, понимаете? Ты сеешь любовь, ты не сеешь ненависть. Как это похоже, правда, на этот стих? Смотрите. Что человек посеет, то он и пожнет. В увеличенном многократном размере. Вот такая вот жизнь. У меня так не будет во имя Иисуса. Так вот 35 раз говорит. Это истина. Она так работает. Итак, что же тогда делать? Что же делать? Я хочу дать вам простые практические советы. Люблю проповедь, которая заканчивается, знаете, не просто такой, подняли проблему, у тебя что делать? Не помню. Не знаю. Простые практические советы. Первый простой совет. Пусть твое покаяние будет бесповоротной точкой твоего обращения за Христом. Знаете, я заметил, многие люди, они, как бы объяснить вам, их христианство никогда не отходит от точки их покаяния. Вот так скажем. То есть, знаете, что имеется в виду? Имеется в виду так. Когда они понимают, что что-то не работает так, как хотят этого они, знаете, что они делают? Они говорят, пойду в буддизм. Пойду вот туда, туда. Вы понимаете? То есть, они все время стоят как бы у дверей. Знаете, вот такой, у дверей христианства. Они все время... У меня тоже был такой период, поверьте, я тоже был, я тоже проходил этот период, когда я стоял у дверей. Я понимал о том, что люди вокруг меня, как-то меняется их жизнь, а моя не меняется. Почему? А я потом понял, я стоял у дверей. Я все время думал, но я попробую найти подвох, я попробую доказать, я попробую объяснить. Послушайте, еще раз. Не, что? Если ты сеешь вот такое положение, ты будешь пожинать его. И я не расту, я стою у этих дверей. Я хочу вам сказать, сегодня, может быть, кому-то это важно. Пускай ваше христианство будет бесповоротным. То есть, вот как бы вообще бесповоротным. У меня все в жизни изменилось. Я пережил рождение свыше в тот момент, когда я согласился о том, что Господь, окей, окей, я принимаю, мне было 19 лет, я ему сказал так, примерно, вот плюс-минус слова были такими. Я говорю, мне 19, с твоей помощью я, может быть, проживу еще лет 70. Я говорю, тогда на ближайшие 70 лет я принимаю правила твоей игры. Все, я их принял. А ты никогда не сомневался? Конечно, сомневался. И сейчас иногда сомневаюсь. Ты в чем хочешь? Мать Тереза, вы знаете, что мать Тереза, почитайте ее воспоминания, она в конце жизни вообще сомневалась, что Бог есть. Но, тем не менее, каждое утро просыпалась, молилась, шла дальше служить. Сомнение – это нормально, но пускай ваше христианство будет бесповоротным. То есть, примите решение, все равно идти за ним. И даже если вы проходите долину сомнений, проходите ее вместе с Богом. Не останавливайтесь, не поворачивайтесь, не отворачивайтесь. Пусть ваше христианство, пусть ваше следование за Христом будет бесповоротным. Однажды вы поймете, что это был правильный выбор. Сегодня мне 46. 27 лет прошло, большая часть жизни прошел со Христом. И знаете, что я сегодня точно понял? Я сегодня точно понимаю, что я сделал тогда правильный выбор. Вопрос. Сомневался ли я в правильности этого выбора спустя пять лет? Да. Сомневался ли я в правильности выбора спустя двадцать лет? Да. Сомневался ли я в правильности этого выбора спустя двадцать пять лет? Да. Но сейчас, сегодня я могу сказать о том, что даже если я буду сомневаться, этот выбор правильный. Я не знаю, здесь есть искренние люди или нет, но если здесь есть женатые или замужние, можете не отвечать на этот вопрос, потому что я знаю, что за это может быть смертная казнь дома. Ну, вы что, никогда не сомневались, был ли правильным ваш выбор вашего мужа или жены? Ага. Нет! Нет! Вы что? Нет, да никогда прямо. Да, послушайте, конечно же, сомнения были. Послушайте, это нормально, это означает, что вы живые люди. Потому что если у вас... Нет, у меня никогда сомнений не было. Либо вы врете, либо вы какой-то робот просто. Скорее всего, врете. Опять же, обманываем самих себя. Но это же неправда, но это же нормально. Но это же нормально в сложные периоды задать себе вопрос, а не ошибся ли я? Слушайте, только тогда, когда мы задаем вопрос, не ошибся ли я, и мы получаем положительный... Отрицательный, простите. Все. Отрицательный ответ. В этот момент мы говорим, так я ее люблю еще больше. Кто из вас влюблялся в свой муж или в жену, когда вы прошли какие-то сложности вместе? Сомнения, трудности? Конечно, вы влюбляетесь еще больше. Это прекрасно. Сам Бог так сделал. Он сделал, чтобы мы проходили трудности, потому что трудности открывают нас еще больше навстречу друг к другу. Да это же прекрасно, это чудно. Друзья, но если вы скажете, что у вас никогда не было сомнений, вы врете. Только не мне, самому себе. Второй пункт, друзья, очень тоже практичный такой. Живи и иди путями Божьего Царства. Вы знаете, что я заметил? Я заметил, есть верующие люди, которые, вот слушайте, почему-то в какой-то момент времени вдруг в их следовании за Богом, в их голове возникает такая идея. Вот слушайте, очень коварная и очень такая, она преступная идея. Она очень, как правильно сказать, она такая идея с последствиями. В какой-то момент времени у них начинает возникать идея, что они могут договориться с Богом, чтобы в их случае истина работала немножечко по-другому. Вы скажете, не-не-не, такого нет. Я вам приведу два примера, у меня в жизни было вообще. Один я уже как-то его рассказывал. Один парень у нас в Америке в церковь ходил, он из бомжей. И знаете, когда Бог, он пришел ко Христу, Бог изменил его жизнь. Он ему подарил работу, он пошел работать. Раньше его вообще не брали, потому что там тюремное прошлое. В Америке это очень жестко. Сидел в тюрьме, да, до свидания. С тобой даже не разговаривают. А его взяли на работу. Он пошел в колледж учиться, куда его вообще. Представляете, у людей, которые просидели в тюрьме, из 56 профессий, он мог выбрать, он говорит, у меня только было 7 или 8 профессий. Все остальные, говорит, нельзя, 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 из-за того, что он просто сидел в тюрьме. Просто запрещено. Например, тот, кто сидел в тюрьме в Америке, никогда не станет учителем начальных классов. Вообще в школу его не пустят никогда, в жизни учителем. Все, на всю оставшуюся жизнь. Пройдет 40 лет, все равно не пустят. Такие законы. И вот он пришел и начал в жизни все меняться. И я помню какой-то момент, начало что-то откатываться назад. И он приходит ко мне, говорит, пастор, мне тяжело, помолитесь. И я, знаете как, я молюсь опять же, и внутри молюсь сам. И Дух Святой мне так нежно говорит, смотрите, я ему говорю, Эрни, друг мой, я говорю, а как у тебя с десятиной обстоят дела? Он говорит, пастор, у меня сейчас сложный период, я помолился, и я договорился с Богом, что мне сейчас давать ее не надо. Я говорю, слушай, а за меня можешь помолиться? Я не против был бы тоже. Я уверен, сегодня в зале тоже бы кто-то сказал, а можно со мной тоже так давать? Я говорю, так оно не работает, Эрнеста. То есть ты не можешь из-за того, что у тебя сейчас так, ты не можешь это поменять. Ну так не бывает. Потому что еще раз говорю, не обманывайтесь. Бог по ругам не бывает. Что ты сеешь, что ты пожинаешь. Я говорю, дружище, ты сейчас сеешь. Мы не понимаем слова экклесиаста, где он говорит, есть время разбрасывать камни. А потом приходит время, но слушайте внимательно, собрать мы можем только то, что мы разбросали. Отпускай хлеб твой по водам, чтобы в прошествии получить его с прибылью, с избытком. А я не хочу отпускать, но хочу получить. Как так-то? Как так может быть? Поэтому Бог и говорит, ну, Малахи, он говорит, отдай и испытай, проверь, увидь. Не открою ли я окна небесные над тобой? Послушайте, всегда ли это связано? Это же, конечно, не лотерея. Всегда ли это связано? Не всегда это бывает так. Но ты сеешь, и иногда, однажды, пройдет какой-то засушливый период, и Бог открывает дверь. Я не знаю, как это происходит. Но я знаю, что оно так работает. Откуда я это знаю? Ну, так работает. Я, конечно, не буду утверждать, что если ты посеял, ты дал тысячу, ты вернешь в сто крат больше. Это бредовая идея, пожалуйста, не слушайте ее больше. Так не работает это. Это работает так. Ты даешь, потому что ты доверяешься Богу. И ты знаешь, что твоя жизнь в его руке. Это означает жить и ходить путями царства. Вы понимаете? Я служу, друзья, не потому что многие люди... Я помню, один человек говорит, слушай, ну, смотри, я же радостный. Ну, вы же пастор. Ну, вы же пастор. Вот я сейчас радостный, кто-то скажет. Вот Костя и Сережа сегодня с утра были. Веселый. Я сегодня утром проснулся в 7 утра от того, что мой сын, ну, жена со старшим сыном там. Здесь ответственности куча, надо всего сделать. Младший сын, короче, утром проснулся, вырвал один раз, потом второй, потом третий. Вот сейчас на служении, славлю Богу, а аллилуйя, мама пишет, говорит, опять вырвал. Я не знаю, что до конца. Я молюсь, я доверяюсь в Господе, то он в твоей руке. Но должно ли это менять? Я не играю роль. Должно ли это влиять на мою радость во Христе? Нет. А почему это должно влиять на мою радость во Христе? Ты не любишь своего сына. Очень сильно люблю. Очень прям, вообще люблю его очень. Я вообще с ним люблю играть. Мне нравится с ним проводить время. Он так мыслит. Нестандартно, интересно. У меня прям мозг меняется, когда с ним общаюсь. Но, послушайте, я живу царством Божьим все равно. Это не означает, что я бросаю его, я не бросаю его. Просто я не теряю радости. Я не срываюсь с ним. Все пропало. Нет. Продолжай дальше жить. Третий простой путь. Это очень важно. Пусть твоя совесть, обновляемая в истине и Духом Святым, будет капитаном твоей жизни. Вот знаете, здесь я хочу остановиться и хочу поговорить. Я когда-то рассказывал, давно, но я уверен, большинство уже или забыли. Может, кто-то и не слышал. Был такой проповедник один, Джон Нокс. Если кто-то слышал о нем. Кто читал книжку «Божий генерал» и вторая часть, Джон Нокс. Его называли «Боевой топор реформации». В Шотландии началась протестантская реформация. И она сильно очень пошла. Если кто-то знает, Шотландия, она в то время еще не была частью Англии, только становилась. Великобритания состоит из четырех частей. Англия, Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия, если вы знаете. И Шотландия становилась только частью. И вот королева Англии на то время, которая пыталась собрать эту империю, Великобританию, она была яростной католичкой. Такой, знаете, ревностной. И она убивала этих протестантов. Вот эта вот резня кровавая была. Если кто-то слышал, кровавая Мэри. Вот эта кровавая Мэри, это та королева, во времена которой Джон Нокс был боевым топором реформации. И эта кровавая Мэри такая достаточно, знаете, она такая интересная была женщина. У нее был муж, но еще было несколько любовников. И вот она заболела сифилисом. И приходит к ней Джон Нокс, у нее было четыре аудиенца, это было последнее. Он приходит и он ей говорит, мадам, вы блудница. Не представьте, я тоже иногда, как пастор, говорю, что ты блудник. Уходит обычно из церкви. Здесь нет любви. Я говорю, правильно, еще и блуда нету. Слава Богу. И он говорит, вы блудница. И смотрите, как она ему отвечает. Уникальная мысль. Она говорит, но моя совесть меня не осуждает. И вот вроде что ответить. И вот он ей отвечает, говорит, мадам, прежде чем ваша совесть будет вас осуждать или нет, потрудитесь сначала наполнить ее словом Божьим, а не вашими суевериями. Понимаете, друзья, совесть должна обновляться в истине и Духом Святым. Совесть это тот инструмент, через который Дух Святой чаще всего говорит. Я помню, как-то однажды вышел на станции метро Крещатик, далекие 90-е годы, вышел, и брат один, который играл в прославлении на конках, стоит и пиво пьет. Я подхожу и говорю, Юра, ты что делаешь? Он говорит, а меня совесть не осуждает. И знаете, он так ответил, типа, парень, какие твои проблемы? И я тогда помню, я не знал, что ему тогда ответить, честно, я не знал. И тогда такой, опа, ну да, вроде как, думаешь, совесть не осуждает. Послушайте, совесть это инструмент, вот, кто понимает, что в эту чашку можно налить чай, кто понимает, что можно налить кофе, сок, ртуть, аммиак, цианистый калий. Можно налить или нет? Смотрите внимательно. И что там налито, определит всю твою последующую жизнь. Точно так же, если человек не наполняет совесть Духом Святым, если совесть человека не обновляется в истине, не наполняется истиной, она ему будет говорить, так я не вижу никакой проблемы в этом. Я прям не вижу вообще никакой проблемы. Есть проблема, есть большая проблема. Просто ты эту проблему не можешь пережить, ты не можешь ее прочувствовать. Вы знаете, кто-то говорит, законники, религиозники. Послушайте, друзья, я думаю, что законниками и религиозниками других людей называют тот человек, который давно уже отошел от истины. Знаете почему? Потому что он не хочет, для него это чуждая вещь какая-то. Вот прям чуждая вещь. Я восхищаюсь некоторыми, не полностью, поймите правильно, но в некоторых аспектах я восхищаюсь некоторыми неверующими людьми. Например, есть такой неверующий интересный человек один, Джордж Клуни. Опять же, я говорю неверующий настолько, насколько мне это известно. Не хочу огорчить человека. И вот однажды спросили, говорит, слушайте, сейчас так модно стало делать татуировки, а почему у вас нет татуировки? Говорит, понимаете, вот если у вас машина такая себе, вы думаете, как ее апгрейдить? Говорит, а если у вас Феррари, то зачем вам ее апгрейдить? И вот знаете, я прям, я не делаю татуировок. Религиозник ли я? Нет. Осуждаю ли я людей? Да я не осуждаю. Хотите, рисуйте, ваше дело. Просто мне жалко, что у вас проблема. Вы где-то не чувствуете себя, вот, а, Феррари. Вот, а когда ты приходишь к Богу, ты читаешь, что он каждую звезду. Я хочу, чтобы вы поняли правильно. Послушайте, я никогда ни одного человека не осуждал и не осуждаю никогда за эти вопросы. Поймите правильно. Но я хочу, чтобы вы пришли к пониманию. Когда Бог говорит о том, что он называет каждую звезду по имени, у меня возникает вопрос, зачем? Вот логичный вопрос, зачем? Если есть какое-то у вас объяснение, без проблем. Является ли это грехом? Я не думаю, опять же, но, ну, честно признаюсь, я не знаю. Я никогда вообще не поднимаю эти темы, обычно. Первый раз сейчас вслух ее поднял, потому что я просто не понимаю, зачем, наверное. Еще раз, я тоже это понимаю, но вы поняли, я не беру это, как, знаете, топор и теперь не рубаю всех подряд этим. Но, если вы читаете действительно это писание, это понятно. Потом задаем вопрос, откуда у... Потом говорят, откуда у меня гепатит С? И так бывает тоже. В общем, это просто как пример. Пожалуйста, если у вас вдруг есть татуировки, не надо стесняться. Ну, не надо, конечно, их показывать, ходить всем, вы поняли. Почему бы нет, да? Ну, оно вроде как и не помешало бы. Четвертый пункт, друзья. Четвертый. Пусть твое сердце всегда будет трепетно сокрушенным, чтобы реагировать, когда ты приступаешь к закону Божию. Вот тут слушайте внимательно. Иногда мы переступаем к закону Божию. И вот вопрос, наше сердце, говорит ли оно что-то нам в этот момент или нет? Я заметил, что у большинства людей иногда оно не говорит. Оно должно говорить, кто понимает это? Знаете, мне понравилось, вот мы с пастором Иваном ездили, помнишь, первые разы, когда мы в подразделение приезжали? Послушайте, у них у всех, у военных один вопрос. Слушайте, у большинства. Вот я не знаю, может быть, Богдан, Вова, не дадите, может быть, соврать этот вопрос. Ну, то есть, есть или нету. Интересный вопрос. Говорит, можно ли убивать людей, не является ли это грехом? Помнишь? Есть такой вопрос у военных? Есть? Есть. Говорит, не является ли это грехом? И мы им объясняем из Писания о том, что в данном случае, когда ты защищаешь свою землю и так далее, то есть, ты выносишь суд Божий, то есть, ты должен, ты исполнитель. То есть, не ты грешишь, ты же не идешь убивать их, потому что ты хочешь убивать, а ты идешь туда, чтобы защитить и эта часть твоей работы. Также, например, вы же знаете, иногда хирург, когда режет, резать плохо людей? Плохо. Так хирургу резать или нет? Прям как-то, да, странно? А если умрет? А если умрет, а иногда же умирает? Вот, вы понимаете, что некоторые хирурги, они иногда, ну, они тоже этот момент совести. Что я хочу сказать? Ты должен воспит... Я к чему веду? Это классно, что у людей есть вопрос. У них сердце трепетное, вы понимаете? Это значит, что им не все равно, что они не направо и налево, понимаете, махают мечом и режут всех подряд. Это хорошо, что у них сердце трепетное. Плохо, когда у других людей оно не трепетное. Плохо, когда ты наступил на ногу, человек говорит, ты мне на ногу наступил. Он говорит, так и что? Вот это плохо. Вот это плохо. Поэтому мы должны всегда молиться о том, чтобы наше сердце было трепетным, что когда я приступаю к закону, чтобы было какое-то обновление, чтобы было переживание. Возможно, Бог дал вам потрясающего мужа или потрясающую жену, и, возможно, иногда они вам подсказывают это. У кого-то есть такое? У меня жена такая, она мне иногда говорит, ты был неправ. Да? Я пошел. Иногда у меня не бывает трепетным, я же мужчина, а иногда подсказывают нам. Это хорошо, это неплохо. Пятый пункт, друзья, что еще я советую вам? Слушайте, вот это очень важный момент. Сейчас слушайте внимательно. Вот слушай, Ксюша, слушай, очень внимательно. Слушай, очень внимательно. Всегда твори не оправдание, а покаяние. Слушайте еще раз. Вы замечали, что большинство людей, когда их прижимают к стенке, начинают оправдываться? Кто читал, помните, это история? Я, когда впервые увидел это место из Писания, сел, взялся, и говорю, аааа, как я этого не видел? Помните историю о добром самарянине? Кто читал эту историю? А кто читал, почему Иисус рассказал эту историю? Кто читал стих до ее начала? Кто помнит? Нет, написано, фарисей, желая оправдать себя, задал вопрос, а кто мой ближний? Вы понимаете, друзья? Вот иногда верующие, вот они такие, вот они, понимаете, его уже прижали к стенке, а он такой, а почему вы считаете, что это грех? Зная, что если я сейчас начну объяснять, что это грех, а что вы меня осуждаете? Знаете, это по типу, может ли Бог создать камень, который не сможет поднять, если он всемогущий? Знаете? Если он сможет создать такой камень, тогда он не всемогущий, он его поднять не может. Если он не может создать такой камень, тогда он не всемогущий, он не может его создать, и ты попал. И вот мы как верующие иногда, поэтому я хочу сказать, всегда твори не оправдание, а покаяние. Послушайте, лучше несправедливо покаяться. Я что, лохом что ли буду? Иногда нормально, ничего страшного. Помните, как Иисус очень тонко, вот мне нравится еврейская культура. Помните, Понтий Пилат ему говорит, ты царь иудейский. Он говорит, ты сказал. И вы заметите, Понтий Пилат перестал что-то говорить после этого. Он не понимает, что сказать. И вроде не подтвердил, и вроде как бы, и сейчас продолжу говорить, вообще наговорю на 10 лет. И Пилат говорит, так, короче, съехали, забыли, поехали дальше. Понимаете, друзья, всегда твори неоправдание, твори покаяние. Пускай твое сердце будет больше готовым раскаиваться. Это нормально. Кто мне скажет, почему, друзья? Да потому что ты иначе можешь обмануть самого себя. И последний пункт. Вот здесь иногда у людей бывает, знаете, у людей есть такой страх религиозности. Я хочу развеять его сегодня. Потому что некоторым людям иногда кажется, что церкви – это место, где людей заставляют быть религиозными. Я сегодня вам скажу, шестой пункт. Я назвал его так. Живи в абсолютной свободе. В абсолютной свободе живи. Вот так. Можно все-таки? По праздникам? Нельзя. А как же свобода. Знаете, что такое свобода? Смотрите, объясню. Кто из вас ездит на дороге? Ездите на дороге. Вот у дороги обычно, у наших дорог, давайте мы берем наше движение. У дорог есть одна сторона и вторая сторона, правда? По одной стороне справа едем мы, по другой стороне слева едут навстречу нам, правда? Скажите мне, пожалуйста, что является дорогой? Обочина, обочина, правда? Но кто из вас понимает, что если вы поедете в левую обочину и со скоростью 150 километров будете мчаться в свою сторону, в своем направлении, кто из вас знает, что будет с вами? Не доедете. Так вот, послушайте, друзья. Есть две обочины у жизни. Одна обочина – это сыновство Божье, в котором Бог абсолютно любит нас. Он прощает, Он принимает и Он милует. Есть другая обочина, которая называется истина. Скажите мне, пожалуйста, какую из этих обочин Бог презирает? Нет, ну Он уважает и ту, и другую. Так вот, абсолютная свобода сыновства, знаете, в чем она заключается? В том, чтобы быть адекватным, чтобы не брать ни одну из этих обочин, а ехать по своей полосе. Это значит ли это, что Бог будет меня убивать, если я согрешил? Нет. Значит ли это, что Богу все равно, что я грешу? Нет. Ему и то, и то, до того, и того есть дело. Будь в этой обочине. И это и есть абсолютная свобода. Абсолютная свобода, друзья, это понимать, что ты движешься правильно с Богом, в соответствии с Его истиной, и при этом не чувствуешь себя абсолютно угнетенным. Знаете, я сейчас в конце расскажу вам такую одну историю, может она не очень приятна будет, простите меня. Но знаете, я в этой истории, благодаря этой истории, я получил полную свободу. Я вам расскажу немножко. Я, когда пришел к Богу, у меня, ну, я долго не мог покаяться, я объяснял уже. Мне сложно было покаяться, потому что я вроде был хороший человек. Смотрите, я никогда не пил. Кто раньше выпивал? Вот есть такие до прихода Бога? Выпивал, поднимите руку. Поднимите. Вот я не пил. А кто курил, когда вы до прихода к Богу? Я не курил. А кто он употреблял наркотики, легкие, сильные, неважно? А я никогда не употреблял. А кто из вас крал когда-то? А я не крал. Ругался. Я не думал, что это проблема. Я не думал, что это проблема. Я был хороший человек, совсем удобственный. Слушайте, но, ну, знаете как, я попал 14 лет в Суворовское училище, а там, знаете, о чем все говорят военные? Конечно, об уставе и об армии. Нет, все военные говорят, а девушка. И знаете, так, вот там такая среда, все. И я помню этот момент, все, ты такой. И я попадаю в церковь, и знаете, я помню на одной из какой-то молитв, кто-то говорит, блуд, это грех. А я такой, что вы сказали, грех? Блуд. Я говорю, а что это такое? Ну, я объясняю, иметь отношение с девушками, там, в ней это. А у меня прямо такой, подождите, моя совесть меня не осуждает. Знаете, у меня прям такой внутренний бунт какой-то пришел, думаю, не, ну ладно, наркотики, ну ладно, украсть, ну убить. Да, ну это, что здесь такого? И вот слушайте, как мне Дух Святой, знаете, дал полную свободу. Вообще, полную свободу от этого дал. Не, послушайте, у меня нормальная свобода, у меня двое детей. Уже свободу не назовешь, конечно. Не, у меня полная свобода. Я жену люблю. Все, знаете, все говорят, а сколько у вас разница с детьми? Я говорю, 15 лет. А, любите жену, видно. Я говорю, да, люблю, а что ты такого? Люблю, конечно. Так вот, слушайте, спустя какое-то время покаяния, лето, и как раз 95-й год впервые в Украине ввели день, праздновать День молодежи. Знаете, День молодежи празднует? Последняя суббота, последнее воскресенье июня. Июня. И я с друзьями еще, знаете, уже покаялся, но еще с друзьями со своими. И они все же, естественно, там, квец-пец, лето, жара, девушки. Там приехала тогда вот эта вот, короче, какая-то популярная группа была, уже и забыл. Пепс, певоча, пола, жара, ух, все в жару, знаете, все. И вот парень какой-то у нас там, один из моих друзей, Денис, он познакомился там с девушкой какой-то. Девушка такая интересная была. Жарко, она в майке была, что-то волосы не брила под мышками. Я не знаю, то ли ей так казалось, не знаю. Но я как-то уже на это начал настороженно смотреть. И она так, знаете, простите, она так, и, видать, ее совсем повело. И вот она, знаете, она стоит, они так что-то прыгают, прыгают. И, видать, прыгал сильно, напрыгалось. И она стоит такая, знаете, вот так вот, прям вытерла. Поворачивается к Денису, а он не видел, он поворачивается к ней и целует ее. А я абсолютно трезвый, на это вот так смотрю, вот как на стол. И в это мгновение я понял, что блуд это плохо. Потому что ты смотришь на эту вещь, и ты, я говорю, это мерзко. Оказывается, это мерзко. И, знаете, я сказал, все, я теперь только с женой. Вот жена пока нету, и будет жена, вот все. И я хранил себя для жены. И я в свободе ли я? В абсолютной свободе. Я не грешу, потому что я хочу чистоты Божьей. Свободен ли я согрешать? Да. Примет ли меня Бог после этого? Да. Хочу ли я этого? Нет. Вот что такое свобода, вы понимаете? Жить в этой свободе, друзья, разве это не круто? И когда начинает, тот и рассказывает, там церкви запрещают. Послушайте, запрещают тому, кто хочет это делать. Вот для него запрещают, а для меня, Боже мой, мне когда после этого начали говорить, что, ну, бегайте блударю, я первым, можно буду. Где забег, куда бежать? Я буду первым, я не хочу этого видеть больше. То есть я не хочу этого в своей жизни больше видеть. Я не хочу переживать этого больше в своей жизни, вы понимаете? Свобода ли это? Конечно, это свобода. Я живу по сей день в этой свободе, когда кто-то говорит, я понял, мы теперь не рабы. А что плохого в том, что я раб Божий? Я вообще не вижу проблемы. Быть рабом Божьим, это означает быть в его теме. Кто в курсе о том, что раб идет за своим господином? Я за ним хожу везде. Хотелось бы чаще, хотелось бы ближе, хотелось бы, ну, это как бы вот я прям стараюсь. Из сердца. Что плохого в рабстве? Ничего. Сын ли ты, если ты раб? Конечно, сын. Я потому и раб, что сын. А если раб, то и сын. Не каждого он берет себе в рабы, друзья. Не каждого. Не каждого. Не каждого, кто набьет себе купола на спине, он берет в сыновья. Вы в курсе? Но чтобы быть его сыном, не обязательно тоже их бить. Правда? Ты живешь в свободе. И эта свобода дает тебе Бог. Итак, друзья, давайте еще раз прочитаю в конце это место из Писания. Сегодня еще раз. Давайте послушаем его. Итак, друзья, Галатам 6.7, читаю перевод новый. Если вы думаете, что можете обмануть Бога, то тем самым обманываете лишь самих себя. Кто из вас хочет обманывать себя? Согласитесь, ну так глупо. Так глупо обманывать самого себя. Как я обманываю себя Божиим? Что посеете, то и пожнете. Друзья, а я не сеял еще. Не, мы сеем каждое мгновение. Сейчас, прямо сейчас мы сеем. Кто-то сеет, возможно, сейчас и говорит, слушай, я хочу сокрушаться и хочу каяться. А кто-то сейчас сеет и говорит, а что это такое? А я с этим не согласен. Сейте, сейте, сейте. Однажды вы поговорите с вашими детьми, и они скажут, что ты мне рассказываешь? Откуда ты этому научился? Ой. А вы не связываете эти два события между собой? Что посеешь, то и пожнешь. Давайте мы будем с вами, друзья, с коры на слышание. Давайте мы будем с вами действительно принимать то, что Бог сегодня говорит Церкви Божией. Давайте каждый склоним голову и поговорите с Богом сейчас о своей жизни. Дорогой Небесный Отец, спасибо Тебе за жизнь, которую Ты даришь нам. Спасибо Тебе, Господь, за то, что в Тебе мы обрели действительно истинную свободу, Господь. И в этой свободе, Боже, мы можем жить. Мы живем, по-настоящему живем в этой свободе. Мы живем, Господь, в Твоей истине. Мы живем в Твоей любви. Мы живем, Господь, в общении с Тобой, Боже. Мы так благодарны Тебе сегодня за это. Любим Тебя, благословляем, благодарим Тебя. И, Господь, я молюсь Тебе сейчас за сердце каждого человека, за сердце тех людей, кто, может быть, смотрит или будет смотреть нас потом. Господь, я прошу Тебя, пускай в сердце каждого из них Твоя свобода, она обратит их действительно к Тебе. Она обращает их к Тебе. Пускай никто не живет в самообмане, Господь, о том, что Тебе плевать на то, как мы живем и что мы сеем. Господь, сей не и жатва. Ты сказал Иакову о том, что впредь они не прекратятся. Господь, с тех пор мы видим каждый день, каждый год, каждое мгновение, мы видим, что сей не и жатва не прекращаются, и они никогда не прекратятся. Во имя Иисуса Христа. Любим Тебя, благодарим Тебя, славим и превозносим. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Напоследок оставлю вас с одной мыслью, записал. Помни, никакое твое, пусть даже и самое логичное оправдание, не сможет заставить Бога оказаться неправым. Друзья, нет смысла в этом. Евангелие от Матфея 19.17 говорит, почему ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, сохрани заповеди. Друзья, сохраняйте заповеди. Что значит сохранять? Сохранять свое сердце, свою жизнь, разум на путях этих заповедей. Свободен ли ты? Да, ты истинно свободен. Обманываешь ли ты себя? Да нет, вообще нет.